В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте, коротко о главных событиях. 9 мая Брещина отпраздновала выдающуюся дату – День Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне. Порядка 30 тысяч человек склонили головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам, кто 72 года назад совершил подвиг и преодолел войну ради жизни и ее продолжения. Под прицелом Молодогвардейская. Ремонт магистрали областного центра продолжается. Ход работ проинспектировал мэр города Александр Рогачук. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. 15 мая в Беларуси отмечается Международный день семьи. Пишу земли моей красу. В выставочном зале на Советской прошел вернисаж ивацевического художника Анатолия Галушка. Автора нескольких сотен полотен, рисующего не руками, он творит шедевры, держа кисть в зубах. Беларусь отпраздновала 72-ю годовщину победы над фашистской Германией. В торжествах, посвященных Великой Дате, в городе над Богом приняло участие порядка 30 тысяч человек. В первых рядах те, кто ковал Великую Победу. В настоящее время на Брещене проживает чуть более 1400 ветеранов Великой Отечественной войны. Порядка 2150 узников фашизма. Очень важно успеть сказать слова благодарности, окружить заботой и опекой тех, кто не отдал врагу ни пяди родной земли. Не сломался, выстоял. У нас больше всего внимания уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Во всех отношениях. Они все обеспечены жильем хорошим. У нас много создано учреждений, где они могут укрепить свое здоровье за счет государства. Кроме этого, пенсионное обеспечение достаточно на высоком уровне. Медицинское обеспечение. То есть социальная политика государства направлена для детей, для ветеранов, пенсионеров и, прежде всего, конечно, участников Великой Отечественной войны. Поэтому оно делается, делалось, будет делаться в дальнейшем, я в этом уверен. Кровопролитная война забрала миллионы человеческих жизней и тех, кто с оружием в руках оборонял родной порог и простых мирных жителей. Практически нет в Беларуси семьи, историю которой Великая Отечественная обошла бы стороной. Практически в каждой есть кого вспомнить. И просто помнить. Не только в праздник. Потому что, кроме нас, наследников поколения победителей, больше некому. Мир стремительно меняется, перекраивая не только настоящее, но и прошлое. Нельзя допустить, чтобы канул в лету подвиг советских людей, спасших без преувеличения весь мир от коричневой чумы. Наша страна непобедима только благодаря ветеранам-участникам войны. Перед ними преклоняем головы. Им мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен. Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах. Порядка шести тысяч брещан понесли их портреты победным строем. Пусть все видят и все помнят. Беларусь помнит. Бессмертный полк. Благодаря этой инициативе членов БРСМ есть возможность всем брещанам, всем тем, кому дорога память о родных и близких, сражавшихся на войне или работавших в тылу на благо фронта, рассказать о них миру. События трагических сороковых прошли красной нитью сквозь судьбы тысяч людей. Каждый год в своих репортажах мы рассказываем о тех, кто старался до последнего, чтобы мир и благополучие стали неотъемлемыми характеристиками жизни в нашей стране. Ни одну семью не пощадила эта страшная война. А потому практически каждому из нас есть, что рассказать о своих бессмертных героях. В моей жизни было два человека, из уст которых холодными зимними вечерами можно было услышать о событиях войны. Это мои дедушки Дмитрий Яковлевич Васильчук и Иван Александрович Ноздрин-Плотницкий. Сегодня, к сожалению, их с нами нет. Однако удивительные черно-белые снимки до сих пор хранят их милые и порой загадочные улыбки. Смотри, а вот это вот дедушка Митя в военной форме. Так, на нашего дедушку Стеку похож. Наводчик артиллерийского орудия и снайпер. Люди с разной судьбой, разными жизненными историями. Однако с одной общей памятью. Памятью о событиях трагических сороковых. Сегодня мы, благодарные потомки, вспоминаем их имена и поднимаем до небес таблички в знак того, что полк солдат Великой войны будет жить вечно в наших сердцах. И таких историй только сегодня в этом движении несколько тысяч. И каждая имеет право быть услышанной. Здесь плечом к плечу идут внуки и правнуки тех, кто ковал Великую Победу. У меня два деда. Один служил, дошел до Берлина. А второй был призван уже при освобождении Беларуси. Но дойти до конца не успел, так как война закончилась. Повезло ему. С портретом деда, отца мамы. Мама в Бресте живет. А вообще мы из России. Дед воевал. Он всю войну прошел, ранен был и воевал. Он последний, наверное, это было взять в Венгрии, да, Будапешт. Бессмертный полк, своим мужеством вечной шагнувший. Здесь сегодня, спустя более чем 70-ков лет, в одном победном строю, внуки и правнуки рядовых и сержантов, лейтенантов и полковников. Несмотря на звание и количество орденов на груди и героических предков, каждый из них в силу своих возможностей ковал победу в тылу, как партизан, на фронтах, как боец передовой. Удивительный внутренний дух сплачивает в одном потоке всех этих людей. Они не знают друг друга и, может быть, больше никогда не увидятся. Однако они уверены, этот шаг сегодня во имя общей памяти. Мы все вместе собрались, собрались этой общей силой, общей массой, чтобы вспомнить всех своих ветеранов, всех героев, отдавших свои жизни за нас и за нашу Родину. Беларусь помнит. И это не пустые слова. Порядка 6 тысяч человек бросили вызов тем, кто сегодня пытается переписать или исказить историю. Вписанную в летопись государства бывшего Советского Союза кровью тысяч солдат. Сегодня они смотрят на нас с портретов. Такие молодые, красивые и уверенные. Настанет новый день, и Беларусь будет жить в мире и согласии. Я несу портрет своего отца, который прошел войну от Дальнего Востока до Берлина. Вообще у меня в семье все военные. И муж, и отец, и брат. В Афганистане генерал-майор. Поэтому для меня это очень большой праздник. Семейный праздник. Он встретил войну. Вначале случил в армии, и сразу началась война. И он от начала до конца войны прошел этот год. Еще стою на машине, приехали, чтобы пройти бессмертный полк у вас здесь по Бресту. Дед, разведчик. Мы постоянно проходим бессмертный полк у нас в Питере. Но вот решили в этом году доехать до Бреста. Как вам вообще сегодня? Здесь атмосфера, ощущения? Здесь у вас вообще атмосфера хорошая. Не только сегодня. Нам нравится. Колонна всех тех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, растянулась на несколько сотен метров. Все это в знак того, что никто и ничто не в состоянии умолить величие подвига народа. Всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Молчаливое мы помним. И громогласное ура! 9 мая 1945 года. Усталый, но такой счастливый солдат великой страны. Вытер с лица пороховой гарь последнего, самого трудного боя. Он выжил, он победил, он смог. Сегодня рядом с нами уже не так много живых свидетелей тех событий. Но теперь за них в походном строю по площади церемониалов уверенно шагают их дети, внуки, правнуки, которые точно знают. Бессмертный полк будет жить до тех пор, пока жива память о каждом из тех, кто был причастен к одной большой победе. В продолжении темы. 72 года прошло со дня Великой Победы. Время все дальше уводит нас от событий тех страшных лет. Уже дети войны нянчат внуков и даже правнуков. Но 9 мая в Беларуси ежегодно тысячи людей приходят к памятникам святыням, чтобы поклониться живым и павшим, бессмертным и бесстрашным воинам, солдатам великого подвига и великого духа. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, как правило, длятся не один день. Объединяют людей и в канун праздника, и после него. В пятницу очередная такая встреча состоялась в городе над Бугом. Тему продолжит Анастасия Остробко. Накануне в Брестском горосполкоме состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы. В числе приглашенных участники Великой Отечественной войны, а также представители общественных организаций и объединений. Сегодня в Бресте проживают всего порядка семи сотен человек, которые имеют непосредственное отношение к той войне. Из них около 250 участвовали в боевых действиях. Празднование этого великого праздника, оно не заканчивается. И не только 9 мая мы вспоминаем об этой великой победе. Мы помним об этом ежедневно, ежечасно. И сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Сегодня мы еще раз будем вспоминать о погибших. Сегодня мы еще раз будем вспоминать о людях, которые принесли нам эту победу. Благодаря чему сегодня город Брест имеет возможность развиваться и жить, и смотреть в будущее, готовиться к тысячелетию, которое мы отметим в 2019 году. Безусловно, героический подвиг, совершенный семь десятилетий назад, живет в сердцах благодарных потомков всегда. Не только в начале мая. Как воспоминания о войне у тех, кому довелось пройти через эти страшные нечеловеческие испытания с 40-х годов XX века. Всегда вспоминаешь и с тем, с кем воевал, и сколько было пройдено путей, дорог. Конечно, ошибок, наверное, немало было, но это всегда есть. А вообще-то, конечно, я всегда... Майский праздник – это действительно на душе, как, знаете, победа. У меня всегда очень, очень такое, действительно, такое торжественное, такое чувство гордости за нашу Родину, за наш народ. Победили? До какого врага? Инициатором проведения мероприятия выступило Генеральное консульство России в Бресте. Проведено оно было совместно с горы с полкомом. Победу в той кровопролитной войне одержал советский народ, представители Большого Союза. И пусть сегодня это полтора десятка стран, разделенных границами, общие героические страницы истории объединяют порой едва ли не лучше документов и слов. Цель, конечно же, поздравить ныне здравствующих ветеранов, потому что для нас это живой символ той великой победы, тех великих, в то же время страшных дней. И просто всегда хочется, особенно в эти дни, выразить им свою благодарность, выразить низко поклониться за то, что они для нас сделали. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БугТВ. Продолжаем разговор об актуальном и важном. Ремонт транспортных артерий города над Бугом продолжается. Молодогвардейская в настоящее время одна из тех улиц, что находится в центре внимания дорожников. Совсем скоро ее будет совсем не узнать. Новый асфальт здесь появится уже через несколько недель. Накануне ход работ проинспектировало руководство областного центра во главе с мэром Бреста Александром Рогачуком. Несмотря на относительно небольшую ширину проезжей части, всего 7 метров и протяженность около 800 метров, на Молодогвардейской достаточно интенсивный автомобильный трафик. Здесь ходит даже общественный транспорт. Улица эта появилась не одно десятилетие назад. Не раз подвергалась ремонту. Сегодня пришло время для капитальных преобразований. Какой-то такой особой болевой точкой нашего города была улица Молодогвардейская. То место, где мы находимся, оно буквально выросло поколение, которое эту улицу видит в таком депрессивном состоянии. Поэтому принято было решение городским исполнительным комитетом подойти к ней комплексно. То есть сделать хорошее покрытие асфальтовое, сделать хорошие парковочные места, сделать ее максимально удобной для парковки и для проезда между улицами Советской Конституции и Партизанским проспектом. Важное изменение на Молодогвардейской появятся оборудованные парковочные места, порядка 80 штук. Сегодня железные кони в лучшем случае стоят на газонах, в худшем – прямо на пешеходной зоне. Последнюю, к слову, также усовершенствуют. Появятся и велодорожки. Тротуары немножко видоизменим, применим плитку и добавим максимальное количество парковочных мест для автомобилей. Вы видите, что здесь парковаться негде. Люди паркуются с нарушением правил на зеленой зоне, это, конечно, неправильно. Особое внимание здесь, как, впрочем, и на остальных ремонтируемых транспортных артериях, уделят качеству разметки. Нас справедливо критикуют за качество разметки. За то, что оно не выдерживает и одного сезона. Поэтому по тем участкам работы, где мы прошли сплошным асфальтированием, даже в рамках текущего ремонта, в принципе, мы по умолчанию уже идем чисто на пластиковую разметку. Мною было дано поручение изучить, собственно, понятие ТКП – текущий ремонт дорожного покрытия. Я хочу сказать, что с целью удешевления в рамках текущего ремонта можно сделать очень многое. Если подойти к вопросу комплексно, то есть благоустройство двора, территории, парковочное место, если каждый субъект хозяйственный примет к этому участие, мы будем иметь на выходе, по сути дела, капитально отремонтированную улицу. Поэтому это приоритет, от которого мы не отойдем. Еще в начале весны Александр Рогачук рассказал о том, что для Бреста на 2017 год разработана комплексная программа по асфальтированию. К ее реализации приступили, как только позволила погода. Сегодня результаты можно увидеть, к примеру, на участке Московской от перекрестка с улицей 28 июля до Шлюзовой. К слову, совсем скоро дорожники возьмутся за вторую сторону этого отрезка транспортной артерии. Отремонтируют полосы от гипермаркета «Корона» до пересечения с Пионерской. Идет работа на Сикорского и Янке Купалы. По словам городоначальника, сплошное асфальтирование – приоритет текущего года. Конечно, все мы не заасфальтируем в течение одного года, но болевые точки города мы знаем и будем активно работать в этом году. Я повторюсь, надеюсь, что обрещание по достоинству оценит вот это хорошее дело, которое мы делаем по улице, решая комплексно проблемы всей улицы. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Семья – это небольшое слово, имеет огромнейшее значение для каждого из нас. Жизнь человека начинается с семьи. Именно здесь мы познаем любовь, уважение, радость, добро. Именно здесь мы находим поддержку и понимание в трудные минуты. Семья – это маленький мир, в котором существуют свои традиции и законы, главные из которых – взаимопомощь и взаимовыручка. В Беларуси поддержке традиций семьи и материнства уделяется большое внимание. Социальная политика государства включает целый перечень мероприятий, признанных сохранить и укрепить благополучие каждой ячейки общества. В календаре важных для белорусского народа дат День семьи обозначен особым цветом. И каждый год его отмечают 15 мая. В преддверии праздника в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прошла тематическая пресс-конференция. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Популяризация идеи здоровой полноценной семьи – задача, которая стоит сегодня перед специалистами сферы образования, здравоохранения, культуры, передоисполнительной властью. Как сделать так, чтобы этот институт общества не утратил своей важности и по-прежнему оставался частью целостного механизма? Об этом и не только шел предметный разговор во время пресс-конференции, которая прошла в областном центре. Во-первых, счастливая семья – полноценная семья, отношения в которой имеют официально оформленный статус. Количество зарегистрированных за последнее время браков несколько уменьшилось. Сотрудники ЗАГСа связывают это с тем, что молодые люди сегодня не спешат оформлять отношения, считая, что необходимо сначала получить хорошее образование и найти достойную работу. Именно по нашему отделу в 2014 году было заключено 784 брака. В 2016 году, конечно, эта цифра снизилась. Эта цифра стала 640. Заключались браки с несовершеннолетними. В 2014 году у нас ни одного жениха несовершеннолетнего не было, невест таких было три. А вот уже в 2016 году у нас был и один жених несовершеннолетний, и было две невесты. Во-вторых, счастливая семья – здоровая семья, в которой растут здоровые дети. За последние несколько лет брестская медицина шагнула далеко вперед. И теперь узнать о том, каким будет здоровье малыша, родители могут еще на ранних сроках беременности матери. Необходимую консультацию и амниоцинтез, а именно так называется эта инвазивная дородовая диагностика, можно пройти в Центре генетических исследований, который теперь работает в областном родильном доме. Семьи, которые имеют достаточно высокий риск по хромосомным заболеваниям в своей семье, в результате семейного анамнеза, либо в результате нашего профессионального отбора, пренатального, эти семьи могут иметь возможность, определив креатив ребенка, быть уверенными в факте отсутствия хромосомной патологии, спать спокойно и, по крайней мере, быть уверенными в завтрашнем. Ранняя диагностика, должное внимание со стороны врачей к здоровью мам и малышей, вовремя оказанная помощь в случае непредвиденных ситуаций. Все это позволило Брещене стать лидером по рождаемости в стране. У нас за прошлый год отмечен положительный естественный прирост, у нас за счет рождаемости увеличилось количество населения, у нас снизилась смертность, вот поэтому мы можем сказать, что у нас в 2016 году все было хорошо. В-третьих, семья – это своего рода школа. Школа воспитания и мудрости, школа обучения жизни, в которой нет плохих или хороших учеников. Каждый член семьи, особенно ребенок, нуждается в любви и заботе, и если биологически родители не могут подарить это малышу, на их место приходят приемные. За последние годы только в Бресте построено 4 дома семейного типа. В области их сегодня функционирует 45, а потому можно говорить, что проблема социального сиротства решается. Мы встретились случайно в Париже, оказались из города Бреста, а потом начался 9-летний путь становления нашей семьи. Очень сложный путь, как, наверное, у всех людей, очень интересный, но при этом очень трепетный и добрый. Путь этот заканчивается сегодня отправной точкой, мне кажется, рождением новой семьи. Деток у нас своих нет, но за тот период, за тот последний год, когда мы двигались к этому решению такими семимильными шагами уже, мы поняли, что чужих детей не бывает. Конечно, на плечи супруги ложится, наверное, большая ответственность, потому что она будет все время с детьми, теперь это, скажем так, не работой не назовешь, ты не знаешь, это работой, потому что, по сути дела, какая работа, как можно работать, если... Ну вот, хотя в трудовом контракте у нас прописано рабочие дети. Написано, да, да. Но мы шли сюда с тем, что мы понимали, что мы работа зачеркиваем, пишем жизнь. Поэтому будем стараться. Во-первых, это семейная форма устройства, то есть мы подразумеваем, что трудоустраиваться на должность родителей, воспитателей и люди. Меньшее количество детей, чем в интернатном учреждении, чем в группе в интернатном учреждении, да, это от пяти до десяти детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей. Кроме того, стоит отметить, что традиции семейного воспитания – это все-таки приоритет и благополучное будущее ребенка, оно лучше формируется, да, если ребенок проживает в семье и видит этот быт, традиции, устои. Кроме того, ежегодно в области определяется самая здоровая семья. Итоги традиционного конкурса на самый активный, творческий, дружный коллектив подводятся во время открытия традиционной выставки «Содействие здоровому образу жизни». И таких мероприятий можно перечислить очень много, но ни одно из них не прошло бы столь успешно, если бы не прочный фундамент отношений, на котором стоит современная белорусская семья. Каждый по-своему трактует слово «семья». Но важно помнить, что стоит она на трех китах – любви, уважения и вере. В городе над Бугом открылась выставка уникального художника, уроженца Ивацевичского района Анатолия Галушка под названием «Пишу земли моей красу». Отличительной чертой этого мастера кисти является техника исполнения. Автор сотен полотен рисует не руками, он творит шедевры, держа кисть в зубах. Мужчина несколько лет парализован, но даже неутешительный диагноз не смог остановить талантливого человека в его начинаниях. О его даре знают далеко за пределами Брещена. А вот чем уникальны его картины, вы узнаете из нашего материала выпуска. Выставка мастера кисти Анатолия Галушка собрала в выставочном зале на Советской небывалое количество брещан. Кто он, этот уникальный художник, задавались вопросом многие. Познакомившись с вернисажем, сложилось первое впечатление об этом человеке. Он любит жизнь, любит природу в разных ее проявлениях и красках. В полотнах автор мастерски запечатлевает явления, которые кажутся натуральными. Он точно подмечает детали, он тонко чувствует настроение каждого сезона года. Название картин подчеркивали. Художник-личность, глубокомыслящая. Выше гор только горы, земля под солнцем, зацвела сирень, сонное озеро. Каждая из работ художника словно говорила. И этот факт отмечали как любители искусства, так и профессионалы. Глядя на эти картины, нельзя сказать, что у этого человека ограничены возможности. Потому что столько красоты и столько солнца в картинах у здоровых людей не увидишь. Здесь нет ни одной картины, которая была бы мрачной, темной. Угадывается, что это вечер, но это светлый вечер. Характер мастера прочувствовали и другие гости. Впечатление дополнило знакомство с художником Анатолий Галушка из творческой семьи. О своем же творчестве он рассказывает скромно. Автор считает, что простота исполнения пейзажей и натюрмортов так притягивают людей. Возможно, в этом и кроется секрет его успеха с одной лишь поправкой. Работы мастера отличительны еще и тем, что они настраивают на позитивный лад. Призывают к размышлениям о хорошем и светлом, навевают приятные воспоминания. Я начал пробовать лет 20 назад писать. Долгое время я практически был совершенно неподвижен. Просто физически не мог что-либо сам делать. В основном читал. Прессу мне просто приносили книги в библиотеке. Сумку их даже не выбирали. С полок собирали, какие есть. И все время читал. Но потом появилось желание хоть что-то попробовать самому. Наверное, первое было, что я попытался свое имя написать хотя бы. Это где-то лет 15 прошло в таком положении, когда я авторучкой, зубами написал свое имя. Вот с этого началось. Когда я каракулями вывел свое имя, захотелось большего. В коллекции автора несколько сотен работ. Многие сегодня находятся в музее на родине художника. Небольшая часть в Брестском областном краеведческом. На выставке Анатолий Галушка представил 60 картин, созданных за последние годы. Талантмастера кисти отметили все брещане. А поздравить с экспозицией в Бресте, о которой так давно мечтал автор, съехались его многочисленные коллеги. Он смотрит на мир широко распахнутыми, раскрытыми глазами большого ребенка. Он восхищается тем, чего мы не замечаем часто в суете наших будней. Я смотрю на фронтальной стене, на красной, восходящее солнце. Я лично, когда иду в мастерскую, я закрываю глаза. А он почему-то так пишет солнце. Не восхищаться этим талантливым художником и одновременно прекрасным человеком невозможно. Он является примером для многих, и это вполне объяснимо. Художник полностью посвящает себя любимому делу. Отдачей для него является доведенное до совершенства произведение. А еще похвала матери. Анатолий Галушка признался, что именно она является главным критиком и советчиком. Вместе они продумывают и обсуждают сюжеты картин. А за вдохновением Анатолий Галушка часто отправляется на природу. По секрету художник признался, что в будущем планирует освоить и портреты. Говорят, о человеке судят по тому, о чем он мечтает. А потому мы поинтересовались у художника о его мечтах. Одна мечта, конечно, глобальная, но она будет не будет связана со здоровьем. А так, есть какие-то цели, к которым я иду, стремлюсь. Я существую. Вот эта выставка, это была цель, наверное, года. Потому что еще в прошлом году, в этом, это все завязывалось. Получится, не получится. Я, когда мне сказали, что будем решать, будет начать комиссия, потому что не каждый вас же пустит, выставляется здесь. Я как-то был не уверен. Они сейчас посмотрят на мои работы. И когда мне позвонили, сказали, что да, запланировали. Я весь этот год работал, просто целевоправденно. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Такой яркой и насыщенной событиями была прошедшая рабочая неделя. Все материалы, которые вышли в эфир, вы можете найти на сайте нашей телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. А я напоминаю, на Буктв работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. На выходные в Беларуси станет теплее, но средняя температура останется ниже климатической нормы. Погодные условия 14 и 15 мая в Бресте будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки прекратятся. В ночные часы температурный фон будет колебаться в пределах 7-10 градусов, дни будут более теплыми и комфортными. Воздух прогреется до 18 градусов. В понедельник с территории Польши распространятся еще более теплые воздушные массы. Но, к сожалению, атмосферное давление начнет падать. К западным границам республики подойдет холодный атмосферный фронт.